Подкаст «Допизделись» — сугубо развлекательный формат для лиц старше 18 лет. Мы не несём и не можем нести ответственности за ваши чувства, эмоции и переживания. Всё сказанное в шоу — это личное мнение авторов, не претендующее ни на что. Здравствуйте. Ну что ж, мои хорошие, это свершилось, наконец-то. Это свершилось. Мы записываем первый выпуск нашего прекрасного подкаста «Допизделись». Добро пожаловать. Welcome to hell, блядь. Welcome to hell. Сразу, да, говорим, у нас будут маты, потому что сложно без них общаться. Конечно, как иначе. Когда у тебя словарный запас четыре буквы, блядь. Мы первый выпуск решили очень странно, если честно, смотреть в камеру, но буду стараться смотреть в камеру для тех, кто нас смотрит не на ютубе. Почему вы ещё не смотрите на ютубе, да? Да, такая маленькая сносочка. Если вы слушаете нас на Spotify, Apple Podcast или Google Podcast, то welcome to YouTube. У нас вся информация в Телеграме, поэтому можете нас ещё в формате видеоформата посмотреть. Не только послушать, вот, что тоже прекрасно. Да, это всё. Здесь вы сможете нас лицезреть. Лицезреть. Лицезреть и кринжевать заодно. А если вы будете слышать дзыньканье бокалов, да, то алкоголь вредит вашему здоровью. Да, употреблять алкоголь в больших количествах очень вредно. Пожалуйста, не делайте так. Я бы его не слушал, конечно. Итак, сегодня у нас первый подкаст наш, и мы его решили провести под лозунгом, как испортить отношения. Да, отличный лозунг. Давай так. Было ли у тебя, что ты сам портил отношения, разрушал их, руинил и прочие такие штуки? Ну, слушай, сложно сказать. Чтобы прям руинил. Скажем так, всегда в отношениях, если они распадаются, виноваты оба. Потому что не нашли компромисс. Но где-то кто-то мог виноват быть больше, чем другой. По моему лицу понял, да? Да, ну нет, у меня было такое, но, опять же, я думаю, что эта проблема именно была коннект и совместимости, в принципе. То есть это не была, скажем так, из-за того, что я себя как еблан вел, вот скорее вот, ну, просто не сошлись. У нас с тобой абсолютно разный опыт в этом. Ну, конечно. Потому что я себя часто до этого, до того, как я стал сейчас взрослым человеком, вел себя как еблан. Вся моя жизнь проходит под этим лозунгом. Мы будем придерживаться нашего с тобой написанного? Конечно, мы прям пойдем аккуратненько. Будем подглядывать. Окей, мы записали тезисы. Мы думали, как нам это все дело проводить, делать. Как приятно цинькает, господи, мне так нравится. Стеклянная трубочка в бокальчике. Прекрасно просто. И давай начнем, наверное, что ты думаешь о свободных отношениях? Был ли ты в них? Я... У меня был опыт свободных отношений, но это был печальный опыт, потому что это, скажем, был мой первый и последний опыт, скажем так. У меня не было вообще, в принципе, экспириенса с этим до этого, и у меня было очень мало знаний относительно этого. Поэтому эти свободные отношения, они вот... Они закончились так, как вот все боятся, что они закончатся. Вот именно так, что вот мы, получается, нашли себе по мужику, с которым мы ебались на стороне, и вот мы, в общем, к ним и пристрастились. И в конечном итоге наши проблемы в наших отношениях стали, скажем так, ключевым моментом к их разрушению, потому что у нас, в принципе, до этого проблемы какие-то были. Вот. Но за счет того, что они стали открытыми, и мы еще нашли партнеров, с которых нам было комфортнее, то есть мы из-за этого и разошлись, да. То есть это как бы сработало как такая... Я не знаю, как вот эта вот точка невозврата, я так это могу назвать. Окей. Сори, я сниму флаг, я хотела быть активисткой. Ой, я забыл включить красивый свет на фоне сейчас. Одну секунду буквально. Вот так вот, будет красивее. Очень-очень красиво сразу стало. Чувствую. Сразу у тебя такая фиолетовая футболка еще, прям вообще в тему нашего подкаста. Яркая, яркая. У меня, например, с свободными отношениями сложилось так, что мне их постоянно предлагали в какой-то период в моей жизни, а я постоянно говорю, извините, я ревнивая скотина, я не готов делиться ни с кем, я не хочу этого делать. Но как-то так получалось, что я в них был не по своей воле, ну, измены. А это было, получается, ты уже состоял в отношениях, и тебе предлагали открытие, или тебе предлагали изначально, скажем так. Ты предлагали мужики, типа, знакомились, которые такие, я вот ищу партнера, но я хочу строить открытые отношения, чтобы мне не надоел секс. Я такой, чувак, мы с тобой еще не виделись, а если мы с тобой виделись, то мы, типа, мало знакомые, и ты такой, я хочу отношений, но я буду трахаться с другими. Я такой, супер, мне подходит, берем два, пожалуйста, и того чувака тоже возьмите. То есть, это супер неприятная штука. Но у меня есть знакомые, которые в них состоят. Есть ребята с Украины, я знаю их по работе своей еще в Питере, которые состоят, моногамные это называется, они втроем вместе. Это полигамные. 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 О, боже. Полигамные. Моногамные это один на один. Я тебе немножко такую параллель приведу, что не стоит это путать, потому что открытые отношения, это когда ты любишь одного человека, но при этом вы можете сексуальной жизни, скажем так, открываться для других экспериментов. Да, полигамные отношения, это когда у вас именно в отношениях состоят три человека, и вы друг друга любите одинаково. То есть, это вот именно... Да, я это понимаю, но у них, опять же, как я знаю, началось все с открытых отношений каких-то, и потом пришел третий, и вот они три прекрасных дядечки. На самом деле, они очень милые, я не могу снять. Слушай, у меня есть опыт... Ну, не опыт, это просто я знаю историю, подписаны одних ребят в Инстаграме, они изначально были вдвоем, вот, но в итоге их полигамные отношения разросли до четырех человек. И... Нет, не до четырех, до пяти, до пяти. Они живут в США, и у них огромный дом, просто вот гигантский дом, то есть у них там места всем хватает. Но при этом, знаешь, там вот есть такое, что двое порознь как бы больше всего времени проводят, и еще трое порознь время проводят, больше всего друг с другом. Но как бы они все еще как бы и друг с другом как бы, да, тоже периодически время проводят и так далее. То есть, но есть вот этот какой-то лагерь, знаешь, разделенный на два. Я не совсем понимаю, как это работает, но... Это какая-то гей-коммуна. Гей-коммуна, ну да, и при этом все, знаешь, друг друга любят, да? Ну как бы это прекрасно. Это гейские хиппи. Вот, да, это прекрасно, безусловно. Но ты знаешь, у тебя должны быть какие-то стойкие убеждения, наверное, если так можно сказать, и ты должен быть к этому готов. То есть у вас все партнеры должны друг другу нравиться при этом, что очень сложно. Блядь, я просто одного не могу найти, а они пятером встретились. Ну ты видишь, тут получается, что у людей более такой, скажем так, открытый кругозор насчет других, поэтому они не ищут каких-то вот специальных параметров, возможно. Или, знаешь, чего они не видят в одном, они компенсируют другим, возможно. Но я не знаю точного опыта. Я просто это вот то, что со стороны смотрел, я не могу тебе о них рассказать. Я понимаю, но я как раз про это хотел поговорить, в том плане, что нет ли вот этой вот погоня в свободных отношениях, да, погоня за этими свободными отношениями, нет ли в этом как раз желания компенсировать какое-то неудовлетворение своим партнерам. Слушай, у меня есть друг, который живет в Гамбурге здесь. У них, они вместе уже с его партнером лет 10. А я, в случае, не знаю друга по твиттеру. Слава, это он, да. Вот, привет, если ты смотришь нас в твиттере. Привет. Вот, возможно, наш твит, да, конечно, наш подкаст. Они, возможно, посмотрят вместе с мужем. Так вот, как я вижу со стороны, они как бы живут вместе, они друг друга любят, но при этом у них нет какого-то вот этого блока, что мы не можем как бы иметь секс с другими на стороне. Они при этом имеют секс на стороне, развлекаются, да, как могут, но при этом у них и вместе есть секс, он никуда не уходит, и они этим сексом наслаждаются. То есть они... Не компенсируют. Да, они не компенсируют, их секс их устраивает, они просто его разноображивают, скажем так. То есть это получается так, что они друг друга всё ещё любят. И вот то, что они там с кем-то на стороне ещё имеют какие-то половые связи, это совершенно никого из них не тревожит. Господи, ужасное гейское общество. Ну, понимаешь, это вот такая тема, она очень такая сложная, потому что вот открытые отношения — это вот такая, скажем так, тема, очень, скажем так, с какой стороны подойти. Потому что у каждого человека свой взгляд на открытые отношения, и разные люди понимают их по-разному. И если у кого-то открытые отношения могут закончиться, как у меня, это первый опыт был, когда у вас были проблемы в отношениях, когда вас перестал устраивать секс вдвоём, и вы решили этот секс поискать на стороне, и в конечном итоге вы разошлись, потому что вы нашли себе лучший вариант. Извини, очень вкусная вина. Это... Это... Очень вкусные коктейли. Рекомендую. Потрясающе. То есть я просто не посмотрю всё время, хочется глотнуть. Это знаешь, как Рогов. Сейчас я кофейку глотну, а можно кофе глотнуть? Нельзя. Вы что, офигели? Я принципиально глотну. Чисто вот такие вайбы. О, боже. В общем, у разных людей разный взгляд на это всё, и, скажем так, открытые отношения, они просто не для всех. То есть вы должны... Они строятся на доверии партнёра. Вы должны друг другу очень доверять для того, чтобы эти открытые отношения случились. Потому что если это открытые отношения потому, что вы друг друга в сексуальном плане не удовлетворяете, и вы друг другу не доверяете, то вот такой печальный сход, что вы в итоге разойдётесь, найдя себе что-то получше, ну, он прям... Высока вероятность. А сейчас ты бы смог? Хотел бы ты вообще? У тебя есть цель? Открытых отношений? Типа, интерес какой-то, я не знаю. Слушай, как бы, оклядываясь на мой предыдущий неудачный опыт, для меня открытые отношения, зная себя, это какая-то очень... Такая щепетильная тема. И я бы сказал, что я бы, наверное, не смог, потому что... Ты тоже ревнивая сука. Во-первых, я ревнивый, да. И, во-вторых, у меня не то, что недоверия к партнёру нету. К партнёру я своему доверяю, у меня к семье доверия нет. Я не могу тебе на 100% сказать, что вот где-то не случится химия в какой-то момент. Поэтому это нужно быть в себе уверенным, что ты уверен в себе, что ты действительно своему партнёру верный, и никакие тебя коврижки не заманит никуда. Вот. Я прям хочу сделать тыщ. Открытые отношения, каждый выбирайте себе самостоятельно, хотите вы этого или нет. Но я с тобой соглашусь, главная теза здесь, это про доверие к себе и к партнёру. Да, то есть как бы не стоит открытые отношения, людей, которые состоят в открытых отношениях, не стоит их осуждать, потому что это их выбор. И если они в этом выборе комфортно себя с партнёром чувствуют и отлично живут, у них никаких проблем нет, замечательно, хватит доёбываться до людей. Сфокусируйтесь на своей личной жизни, это гораздо более важно, чем жизнь других. Ну, не знаю, иногда люблю по кости поперемывать. Ну, это да. Я понял, что главное, чтобы партнёр был такой же, потому что если в паре ты сплетница, а партнёр нет, партнёрка будем... Партнёр — это такое унисек. Хорошо, ладно, хорошо. Но я всё равно скажу, партнёр — нижнее подчёркивание — К. В скобочках. В скобочках. Там выбирайте, как вам пишите, как вот вам нравится, так, пожалуйста, без проблем. Я забыл мысль. Потрясающе. Я считаю, что это супер. Мысль пролетела, ну и хрен с ней. Ты говорил про то, что про сплетни, чтобы один... Вот. Есть такие штуки социальные, которые взаимодействуют. То есть, например, я правда люблю посплетничать. Мои друзья это знают, они любят со мной тоже посплетничать. Но в конце главное добавить, ну не нам судить. Конечно, ты знаешь, моментально снимаешь с тебя всё ответственность. Да, сразу всё. Ты перемыл кости человеку, полил его говном. А потом ты выходишь на белом таком пальто, вообще ни разу не запятанном. Вот у меня был парень, который... Он прям монашка правильная. Прям так нельзя, я так не могу. Так в смысле? В смысле ты не можешь? А над чем мы будем с тобой разговаривать? То есть, такие штуки, какие-то коннекты социальные, мне кажется, не очень понятны. Это отношения, они должны у них быть. Я не знаю, к чему ты мысли привёл, просто я про неё вспомнил. И я хочу двинуться... Просто мы вот как раз про доверие ты начал говорить, что ты не смог бы себе доверять. То есть, скорее, случилась бы какая-то химия, ты бы ушёл. Ну, я просто не исключаю этого момента. Опять же, это зависит от партнёра. Да, я понимаю, это много факторов. Я могу сказать, вот мой предыдущий партнёр, да, привет, я знаю, я знаю, что ты слушаешь или смотришь этот подкаст. Вот с ним, я могу сказать, сто процентов у меня было, были очень сильные чувства к человеку. И там бы я, скорее всего, бы просто даже не захотел в открытых отношениях вообще. То есть, мне его вот так вот за головой хватало, в принципе, нас вдвоём с ним. И то есть, если бы оно и пришло к открытым отношениям, то в этом плане я бы себе доверял. Или, возможно, я бы на стороне не имел никаких связей, возможно, он бы имел. Но, как бы, опять же, я доверял себе в этом плане, я доверял ему. То есть, как бы, у меня бы никаких проблем не было. Тут, видишь, варьируется. Да, я понимаю. Просто сейчас пришла такая мысль, что если у нас сейчас, скорее всего, таких людей будет большинство, возможно, да, которые не очень знакомы с гомосексуальными отношениями, особенно в геймире, для них может быть очень странно обсуждение открытых отношений, потому что есть какая-то стигма. Отношения открытые на самом деле существуют в гетеросексуальном мире очень много. И просто, если мы говорим про страны СНГ, то там это вот, знаешь, а-та-та, а-та-та, вот там это, знаешь, строго презирается, скрепы, семья, да, дети, одна женщина, вот, либо так, либо никак. Но на самом деле, я не буду говорить за всех, в странах СНГ тоже существуют открытые отношения, у более, скажем так, продвинутых пар. Как будто бы в гейском мире утрировано, да, это очень распространено. Ты знаешь, в гейском мире оно просто получается так, что из-за того, что мы уже не такие, как все, и изгои общества можем так сказать. Как будто бы у Марину выделились, или что же в том, не знаю. Да нет, скорее мы просто не подвержены этой стигматизации, наверное, это так можно назвать. То есть у нас нет вот этого, знаешь, мы уже как бы, уже в нас плюются, поэтому типа, а что нас сдерживает на себя в рамках? Мы уже можем, типа, действовать, как мы хотим, более открыто, с более широким кругозором. Но опять же, я не могу говорить за всех. Я с тобой соглашусь, но это как будто бы это восприятие именно постсоветское, вот стран, которые... Ну, да, да, я вот к этому и сказал, как бы страны СНГ, они... За что ли на этом плане? Они в этом плане, да, они все очень, очень такие скрепные. В том же Твиттере я знаю несколько пар, мы, наверное, не будем все имена, да, светить и говорить. Нет, мы вообще не будем имена упоминать. Поэтому нам нужно будет запикать... Да, да, надо будет. Просто уберем это, чтобы не быть... Мы не спрашивали разрешения у людей, поэтому... Да, я думаю, что это плохое... Да, плохая идея была. Есть пара, очень хорошая пара, очень мне нравится. Я сейчас двину руку микрофон, и ты меня, пожалуйста, потом на монтаже не материм. Спасибо. Мы будем монтировать с тобой завтра или сегодня. Давай. Так, чш-чш. Господи. Вроде классная пара, они друг друга любят, они вместе, все хорошо. Че ты рожешь? Ничего. Я просто слушаю тебя внимательно. А, извините. Классная пара, вместе все замечательно, любят друг друга, но при этом они оба пишут про то, что они там с кем-то познакомились. Курилка. Да. Ты будешь курить курилку, ладно. Кури не вредно. Курение вредно, но курилки вкусные пиздец. Они при этом оба пишут, подкатывают каким-то мужикам в Твиттере, ну, типа, пишут там на фотке классная жопа, типа, какой секси мужик. Это, случаем не ребята из страны с плюсиком. Да. Страна с плюсиком. Да-да-да. Ребята классные. Возможно, возможно, вы будете нас смотреть, слушать, пожалуйста. Брата, я вас обожаю, хочу с вами лично познакомиться. Я приеду к вам в Швейцарию, как... Страна с плюсиком, и так понятно. Страна большая, да. Я приеду к вам в Швейцарию, как только появится возможность, обязательно увидимся с вами погулять. Даже мы, может быть, вместе приедем, если вы после этого захотите со мной видеться. После того, что я скажу. И для меня просто странно, что у них любовь в отношении. Прям правда видно, что они друг друга любят. У них там всякие традиции есть на годовщины и прочее. Я просто наблюдаю, как, знаешь, такой у меня нет отношений, послежу за счастливыми. Прям, пожалуйста, можно показать мне это? И для меня странно читать, когда один из партнеров пишет, типа, я там с чуваком пересекся в туалете, он мне отсосал. Я такой... Открытое отношение? Я... Понимаешь, они оба с этим... Ну не нам судите, я тут должен буду говорить эту штуку. Они, слушай, опять же, возвращаемся к этой теме. Им обоим с этим окей. Как долго им обоим с этим комфортно, как бы, то, ну, это их выбор. Блин. Как бы, по мне это здорово, когда вы... Это здорово абсолютно. Когда вы настолько друг другу доверяете. Я просто тут даже... Это не осуждение, это я прям восторгаюсь, насколько они в доверии и в кайфе с друг другом, что они такие, да, блядь, это просто секс, пожалуйста, без проблем. Ну вот, да, как бы... Ну, я еще и завидую немножко, да? Как бы нужно это проговорить. Такой вопрос. Простил бы ты измену? И если нет, то почему? Вот как раз у нас все к этому шло. Есть проблемка. Сейчас это понизит мои шансы найти себе отношения еще. Я изменял в отношениях. Фу. Осуждаю. Осуждаю. Но там были отношения дурацкие тоже. Надо как бы... Я сейчас... Господи, я как-то себя оправдываю. Меня тоже изменяли. А ты об этом рассказывал, такой вопрос? Или это просто... Или это все осталось за кадром? Это осталось за кадром, потому что, когда я это сделал, мы буквально через месяц прекратили полностью. Это на фоне, если что, если вдруг вы слышите. Это стуль. Да, это стуль и скрипят. Я вообще понимаю. У нас зато уютно очень. Смотрите, у нас на ютубе. Это очень уютно, очень классно. Мы красивые. Жарко, течем, потеем. Простите, пожалуйста. Я не теку, я не потею. Я уже охладился. Ведьма, вонючая ведьма. Да, кстати, такое маленькое отступление. Если вы видите в кадре, здесь вентилятор дует. Просто не осуждайте нас. В Гамбурге плюс 30. Очень жарко, очень жарко. Невозможно без него жить. Просто сегодня. Ни другого слова нет. Я ехал сюда охладиться вообще-то. Так, измены. Могу мороженого принести. Давай после. Чтобы я еще не чавкал во время подкаста. Замечательно. Это будет просто супер. Нас будет прям приятно слушать. Короче, измены. Я не смог простить измену. Потому что, когда мне изменили, эти отношения только... Ну, они строились. Они были юными и только пошли в школу. Ну, типа, это был прям вот начальный этап. Там супер начальный. Типа, первые полгода, не знаю. Четыре месяца. Значит, прям вот очень мало времени. Это твои первые отношения были? Нет, мои первые отношения. Это нужно отдельный подкаст. Хорошо, пропустим. Пиздец. В первых отношениях я изменил. У меня как раз-таки вот в первых отношениях был опыт с открытыми. А, нет. Я в первых отношениях изменил. В других отношениях, которые я прям был настроен строить, я такой, все, я больше так не делаю. Те отношения так катились в жопу. Мы оба не были способны поговорить. Обсудить, какие-то наши проблемы. Мы были очень молоды. И как юные и молодые мы были? Ой, пиздец. Мы были меньше 18. Вот настолько мы были юные и молодые. Так, здесь мы вырезаем. Он был почти моим ровесником, так что все нормально. Это была детская пи***ь 3D детей. Господи. Это надо вырезать. Это вырезать надо. Нас YouTube заблочит просто. Во-вторых, отношениях, которые... Вот я был нацелен строить. И как я понял, парень тоже был нацелен их строить. Но в какой-то момент мне запалила его подруга. Ну, она такая, типа, а вы там с ним... Хочется назвать имя? Надеюсь, ты не смотришь гондон. А так, а вы там вместе... Типа, вот я вчера видела вас. И такой... Я вчера был на работе в это время. Она такая... А-а-а, показалось. Я такой, не понял. То есть, это была не просто измена... Сексуальная измена. Это были свидания. То есть, это было еще хуже, чем просто поебаться. Ну, типа, поебался бы он. Мы еще подумали. А это были прям свидания. Я такой... Не мой Варик. То есть, сейчас я этого не хочу ни со своей стороны, ни со стороны партнера. И этого я не позволю. То есть, для меня измена, это значит все. Мы больше не контакчим с тобой. Мы больше не строим отношения. И, типа, на этом... Красиво посмотреть в камеру. А на этом история закончена. Поэтому тут как бы... И... Опять же, зависит от восприятия, опыта, всего этого. То есть, есть люди, которые... Я знаю достаточно людей, которые... Ну, он всего три раза поебался там направо-налево. Я такой... А вы обсуждали возможность того, чтобы ходить направо-налево? Опять же, к открытым отношениям идем. Нет, не обсуждали. Ну, типа, это же мелочь такая. Такая... А. Сейчас буду звучать ужасно, но это чаще всего слушают женщин, которые, опять же, это постсоветское пространство, СНГ, вот эти все зашоренности. Там изменяет, пьет, бьет. Главное, что семья целая. Главное, любит. Главное, любит. Да, у нас еще ребенок. Ну, куда я выйду? Бьет, значит, любит. Да. Ой. Как иначе. Ну, в БДСМ так и работает. Конечно. А у тебя что с этим? Слушай, я могу тебе так... Мне нечего особо на эту тему рассказать, потому что... Сейчас глотну. У меня не было измен в отношениях вообще. У меня отношений было не так много, которые можно прям вот именно отношениями, отношениями назвать. Не просто вот какой-то вот романс, знаешь, вот на несколько недель или месяцев затянулся, а вот прям серьезные отношения. У меня в них измены не было. По крайней мере, я о них не знал, как минимум. Не пойман, не вор. Ну, как бы, да. Вот, да. Я в отношениях... Я в отношениях тоже не изменял. Хотя, блядь, нет, наверное, изменял. Сейчас узнаю. Но смотри, была такая ситуация, что у меня к партнеру пропали чувства, вот прям совсем. То есть я понял, что, ну, все. Мы все еще жили вместе. И как бы я ему об этом не говорил, в чем большая моя ошибка, и надо было на эту тему поговорить. Всегда, всегда. Если у вас какие-то есть проблемы в отношениях, это ключ к успеху. Разговаривайте о том, что вас тревожит. Если кому-то что-то не нравится в отношениях, говорите обо всем, потому что... Ну, мы об этом, кстати говоря, планировали поговорить. В общем, говорите обо всем. Это сильно спасает ваши отношения. То есть если вы друг от друга таить будете что-то и надеетесь на то, что ваш партнер Ванг и угадает, то нет, это совершенно не способ, как с этим бороться. К сожалению, это не работает. Это вообще не работает. Ваши мысли никто никогда не читает. Просто держите это всегда в голове. Вот. И у меня, скажем так, были свидания на стороне. Я... У меня и секс был на стороне тоже в этих отношениях. И потому что... Скорейка, три минуты назад я не изменял в отношениях. Мне не изменяли. В этих именно отношениях несколько раз. Но потому что для меня эти отношения, скажем так, закончились. То есть я по факту просто вот искал вариант, вот, ну, что, куда уйти от этих отношений. Вот. И я сейчас понимаю, что я такой дебил и идиот, что я так делал, потому что нужно было об этом сразу сказать в лицо. Потому что как бы когда человек тебе доверяет, ты у него единственный, и он ни с кем налево-направо не ходит, а тебе как бы полностью доверяет, а ты просто берешь и топчешься на его доверие и просто вот брейкданс танцуешь. Но это очень некрасиво. И я понимаю, что я поступил просто как мразь конченый. И мне за это, если честно, стыдно. Я думаю, что этот человек тоже смотрит этот подкаст. И как бы, да, если что, прости, пожалуйста. Мы с ним поговорили. Я ему не рассказывал, по-моему, про измены. Но у нас, понимаешь, там очень сложная ситуация была, потому что мы встречались, но при этом он был в отношениях. То есть у него были открыты отношения. И у нас, скажем так, была полигамия. То есть его парень знал об этом. Как бы, да, что мы друг к другу встречаемся. Потом они расстались. И мы, скажем так, сошлись до конца. И вот в этот промежуток, пока у него был его парень... Извини, я очень скучно живу. Я думал о том, что это никуда не выстрелит. И у меня периодически было такое, типа, блядь, ну вот как-то вот... Нет вот этого полностью ощущения, что человек полностью твой. То есть мне не хватало очень сильно внимания. Поэтому я такой, ну, посмотрим еще варианты. Хотя мы с ним продолжали общаться. Поэтому я не знаю, можно это назвать изменой или нет. Потому что вы, по факту, в отношениях как бы были, но не были. Мне кажется, просто я... Это очень сложные были отношения. Это, в принципе, очень сложный такой момент был. Вот, поэтому, чтобы его рассказать полностью и погрузиться, ну, много времени займет. У нас еще будет время, надеюсь. Вот, как бы, но... Что это не первый и последний выпуск сразу. Ну, как бы, да. Поэтому там вот такой момент был. Поэтому тут сложно как-то. Думаю, нам нужно было подкаст назвать, не допизделись, а исповедь. Исповедь, да. Что-нибудь из этой серии. Вот че. О боже, не приплетаем бога. О боже, не приплетаем бога. Простите. Мне правда про измены я... Это говно, которое случается, которое делаем. И это все опять к тому же, что непроговоренные штуки у нас идут. Поэтому у нас тут есть записанный пункт, который мы хотели с тобой еще обсудить. Но как-то он не очень вяжется, если честно. Можно я его зачитаю, как он есть? Ну, давай. Распущенность ЛГБТ-сообщества. Геев. Почему гетеросексуалам не нравится фистинг? Слушай, мне кажется, оно вообще сюда не вписывается. Но мы так, знаешь, буквально минуту на эту тему можем упомянуть. Просто чтобы слишком много... Гетеросексуалам нравится фистинг. Я знаю гетеросексуалов, которые любят фистинг. Вот что я могу упомянуть. Я тоже, знаешь, как ты твит читал, то, что чел ебал какого-то мужика. Это недавно ты его читал? Нет, это давно было. Он ебал его, потом он вскочил, собрался. Он его спросил, что происходит, типа, что случилось. Он такой, а мне нужно ребенка из школы забрать. Блядь, какой ужас. И уехал. Господи. И уехал. Я читал это такой, думаю, бля, какой-то послевкусие осталось. Послевкусие, господи. Какое слово ты подобрал, ужасно. У меня есть знакомый гея. Из России. Ужас. У которых есть дети. То есть они были в отношениях, они были с женщиной, у них родились дети в браке, возможно, даже. Но потом они знали как себя, скажем так, позже как геи, и в итоге это все разрулилось. Но при этом они общаются со своими детьми, они видятся, дети про них знают. То есть как бы все прекрасно. Но вот были такие вот, скажем так, ситуации поздной осознанности. Вот. Но, ладно, это, мне кажется, вообще мы очень далеко от нашего основной темы отошли. Как испортить отношения, почему гетеры не любят фейстинг. Отлично. Как ты считаешь, вот как не нужно делать, чтобы это не привело к краху отношений, и какой у тебя с этим был опыт? Все, мы на интервью. Ну вот только вот кратенько. Кратенько. Если кратенько, смотри, мы про это уже проговорили, это разговаривать с партнером надо. Обязательно. Ну, типа, ребятки, может быть сложно, страшно, неудобно, дискомфортно, больно, как угодно. Это может быть плохо, но это нужно делать, если вы хотите построить счастливые отношения и быть в этих счастливых отношениях. Надо еще, сейчас мне надо прочитать, как не надо делать это. Мне все время хочется сказать, что сделать, чтобы остаться одному на тысячу лет, блядь. Мне кажется, здесь без советов справиться. Да. Говорить с партнером, быть честными. Потому что разговор, это как бы разговор, понятно, мы говорим, поговорить с партнером. Но в этом разговоре должна быть честность. Мне кажется, это такая базовая штука, очень простая, очень истинная, но не все ее, к сожалению, понимают. Мне ко всем это истина приходит даже в 40 лет, поэтому... Ну, люди разные бывают, да. Но как бы, как не надо делать, чтобы не привело к краху? Ну, я уже этот совет вам дал. Разговаривайте, будьте максимально честными с партнером, если у вас есть какие-то неурадицы и вас что-то беспокоит. Лучше. Говорите об этом с партнером, да, говорите, что вот так и так, мне вот это не нравится. То есть сядьте, поговорите об этом. Лучше как с подружкой обсуждать, а поговорить с партнером. Да, не с подружкой, а с партнером говорить, это как бы, да, ищите решение этой проблемы. Потому что если вы порознь будете с друзьями общаться, но по факту друг друга не будете понимать, как бы, что происходит и какие проблемы есть, эти проблемы не решатся вообще никак. То есть вы будете, может, там, за спиной поливать своего партнера, вот, он меня не понимает. А по факту получится так, что вы друг друга не понимаете. То есть вы его не понимаете, а не он вас. Знакомая делала так я сама, с подружкой перемывала кости всем мужикам. Очень вкусный алкоголь, извините, пожалуйста, люблю пить. Вот есть инфантильные люди, вот, да, вот, кто не понимает, что такое инфантильность. Инфантильность — это люди, которые, скажем так, в своем возрасте у них мышление сильно ниже. То есть они могут быть там... Детское такое, да. Да, лет 35 и 40, допустим, да, ну, к примеру. Вести себя как дети, вот буквально... Я знаю, как проще объяснить, кто такие инфантилы. Инфантильные люди — это те, которые не говорят с партнером. Вот, которые... Нет, нет, это совершенно другое. Ну, господи, ну, конечно. Как бы, как с этим мириться, есть ли выход? Вот у меня, например, есть опыт в моих первых отношениях. Мой партнер был, несмотря на возраст, инфантильным. То есть, и в какой-то, скажем так, какой-то период времени, нам было комфортно, потому что мы были на одном уровне. А потом произошло такое, что я вырос, а он нет. То есть у меня начало какое-то мировоззрение складываться иначе. Как бы, да, я начал морально расти, а он остался на своем уровне. И это все привело к тому, что, как бы, ну, и ссоры были, и непонимания, и вообще какие-то высосанные с пальца абсолютно проблемы. И в итоге это все решилось тем, что вот мы просто с этим, мы просто расстались. Вот, как бы, потому что... Ты был инициатором расставания этого? Ну, это вот, это вот про первый опыт открытых отношений в том числе, да. Да, это вот с этим человеком было, да. То есть там много факторов поспособствовало тому, что мы расстались, в том числе главный фактор, X-фактор. Интеграция риска. Да, главным фактором был как раз-таки тот момент, что он... Опа, сербало прям микрофончик, моя хорошая. Закончился мой напиток богов, поставим его отсюда, уберем его из кадра. Сейчас немножко попьем водички. Stay hydrated. Hydrated. Должна быть заставка какая-нибудь сейчас на этом моменте. Ну, да, обязательно. В такую жару нужно побольше пить водички. Не алкоголь, алкоголь вреден. Да, алкоголь, кстати говоря, в жару не замещает воду. Только хуже будет. Вот. Как раз мы его и выпили. Совет. Если вы пьёте, выпивайте после каждого стакана алкоголя стакан воды. Это поможет вам не получить похмелье на следующее утро, потому что в вашем мозгу вода не будет замещаться алкоголем. Вот, поэтому... Хочется добавить, что это также вам позволит потратить больше денег в баре, потому что вам придется больше выпить. Бля, я помню, как-то мы ходили-бухали, я уже помнил, что я... Всё. Ну, мне достаточно. Я понимаю вот линию, когда я не хочу больше пить. Я понимаю, что мне настолько жарко, что мне вот буквально я даже сглотнуть слюну не могу, потому что её нет. То есть прям горло склеивается. Я потратил 5 евро на то, чтобы купить стакан воды. Я сегодня перед поездом купил себе воду, потому что я забыл. За 4 евро 0,5. Это был самый дорогой стакан воды в моей жизни. 5 евро за стакан воды. Причём я его выпил просто глотком и понял, что мне недостаточно. В Германикс, чтобы вы понимали, вода водопроводная, абсолютно чистая и питьевая. То есть по факту можно было просто пойти, спуститься в туалет, как бы, да, прилипнуть к раковине и попить воды. Но проблема в том, что там раковина была не в кабинке, она была общая. Поэтому было бы очень странно, да. А с другой стороны, блядь, 5 евро, господи. У меня травмы с ценами в Германии до сих пор. Я здесь уже полтора года. Но это какой-то ёбнутый бар был. То есть там неадекватные цены были ни на алкоголь, ни на... Это вообще, по-моему, караоке было. Караоке было бесплатно, и, видимо, они выезжали за счёт воды. На алкоголь, да. Окей. Инфантильность партнёра, первые отношения у тебя были. У меня, например, тоже это было в первых отношениях. Но там как бы ситуация в том, что мы подростки. Типа нам было там. Я просто не хочу говорить, сколько мне было лет, потому что вдруг... Не надо, не стоит. Я просто не хочу. Тихо. Я надеюсь, это было слышно. Иначе будет странно, что я ржу, либо это придётся вырезать просто на жир. Не важно, не важно. Смотрите видеоподкаст, всё будет понятно сразу же. Всё нахуй, меня съебало. Простите. В первых отношениях там у парня были проблемы с наркотиками. Как бы тоже такая... А у меня была первая сильная влюблённость. Уже красный флаг такой. Ну, кто же мне тогда в том возрасте сказал, что это красный флаг? Я такой, ебать, какой крутой. Он был мне старше на два года. Я такой, ебать, какой крутой. Просто, господи, пиздец. Вова. Ты был прекрасен, как Иисус. Так, всё. Нет, я его имя скажу. Он вряд ли на это посмотрит, потому что он... Мы не будем называть имён, раз мы к этому... Вова его зовут. Как и... А монтирует-то мне. Вова, Вова, Вова. Да плевать, это можно говорить. Я же не говорю, что у него фамилия ступит. Правильно? Ты же понимаешь, что вот именно это придётся вырезать? Ну, запикаем. Так. Пип. Всё. Я запикал. И он, типа, тусовки, вечеринки, всё классно. Мы там с ним вроде что-то строим какие-то отношения. А потом я понял, что мне нужно... Ну, как будто бы я в том возрасте уже был мозгами чуть-чуть постарше. Как по моим ощущениям, опять же. Психологический возраст. Да, мой психологический возраст был больше, чем у... Вова. Прости, пожалуйста, им это всё пикать. Не нужно. И, короче, в какой-то момент я понял, что я хочу, ну, как-то посерьёзнее, чтобы это всё было. Не только тусовки, пьянки. И когда он мне звонил пьяный, только приезжал ко мне, например, в подъезд, там, давно не виделись. И такой, блядь. Какой кринж. Это два года продолжался весь пиздец. Это какой-то сталкеринг, получается. Нет, это был не сталкеринг, он пропадал. Потом я с друзьями своими виделся, мы бухали подростками. Я звонил нашей общей с ним подруге, она давала мне его новый номер. Я ему звонил пьяный, он мне не брал трубки, потому что ночью было всегда. Потом в следующий день он мне писал, я такой, блядь, что я наделал? Зачем? И мы опять с ним встречались, виделись, опять, типа, отношения, опять всё строим. То есть я в какой-то момент, раз на пятый, я не очень был сообразительным подростком. Я понял, что меня эта фигня не устраивает, что я больше не хочу, что я хочу серьёзной конкретики. Чувак хотел лёгкого развлечения, никакой ответственности, ничего. То есть это было очень такое детское поведение, как будто я стал его старше. И это всё в такую херню превратилось, как будто я с маленьким ребёнком встречался. Типа, ой, вот эти все сюсюканьи, вот это всё. Ну, я не хочу это делать, мы просто ребятами сейчас понюхаем белых. Извиняюсь, надо было подвинуться немножко. Понюхаем белых дорожек, господи, прости. Типа, и всё будет хорошо, а там, типа, разберусь. Разметку с асфальта. Да, да, разметку с асфальта как раз новую покрасили. Там они закупали стабильно. Да, с Питера закупали, привозили новый асфальт. В разных пакетах. Как завуалировано говорить, чтобы тебя не забанили, да? И как бы я понял, что ребёнок мне не нужен в этом. Как бы очень странно. То есть мы как бы подростки, да, грубо говоря. Но как грубо говоря, мы были подростками. Не детьми уже прям, но не сильно умными. С пятого раза только поняла, что пора валить с этой лодки. Рекламная интеграция. Сервис ясно. Чисто. Чисто не надо. Почему я хотел сказать тихо? Ничего не понятно, не ясно. На улице пасмурно. Да. Нет. В кадре же видно. Ну ладно, короче, мы отвлекаемся уже. Так хочется понести хуйни. Такой задорный. Короче. А мне так нравится. Локальные шутки. Мы не будем это вырезать. Мы оставим это, чтобы все знали, какие мы люди неприятные. Короче, инфантильное поведение — это то, чего я не хотел от мужика, потому что мне всегда вообще нравятся мужчины постарше. Надеюсь, сейчас какой-нибудь психолог нас не слушает и не скажет. Это проблемы отношения с отцом. Мы не претендуем на профессиональное мнение. Все, что сказано нами в подкасте, это исключительно наше мнение, и мы никому его не навязываем. А если вы не услышали это в дисклеймере перед подкастом, то переслушайте. Ну а что? Да. Жалко вас, что вы этого не услышали. Погромче надо будет сделать. Да-да, погромче. Вот. Поэтому у меня потом еще были отношения, когда чувак такой, типа, да, мы там все, блядь, сейчас строим. А потом такой, ну блин, я тебе не... Кипичи закончились. Не, а потом такой, блин, я тебе не позвонил, потому что ты мне не ответил на сообщение, ты ответил, ну, такой, через два часа на него. И я такой, я, блядь, работал. Красный флаг, красный флаг. Да, прям, ред флаг огромнейший. Я говорю, окей. И такие ситуации повторялись. Типа, я там тебе не сделал это, потому что ты там... Ну, херня какая, типа, не ответил на звонок, не написал мне сообщение, когда ехал домой. Типа, вот эта вот вся хрень. Я такой, блядь, я больше так не хочу. Инфантила, отстой. Простите, я сам иногда бываю инфантильным в своем поведении, потому что иногда включается ребенок, но... Это не то, не одно и то же. Инфантильный это стиль жизни, то есть человек постоянно себя так видит. Я бы не назвался инфантильным. Ну, слушай, у всех в жопе детство играет. Это ниоткуда. Не уйдешь от этого. Выпьем за это. Выпьем за любовь. Ведь хорошей женщиной была, извините. У нас вот написано, что, типа, как с этим мириться? Есть ли из этого выход? Да нет из этого выхода. Выход из этого есть. Бросить. Закончить отношения. Если вас это дело не устраивает, заканчивайте отношения. Но, если, например, вы любите человека, опять же, как мне кажется, не нам судить, да? Если вы любите человека, вы хотите с ним построить отношения, но вас не устраивает инфантильное поведение, вы можете об этом поговорить. Я могу вас... Если это взрослый человек, он вас услышит. Я тебя прерву. Если человек инфантильный, если ты с ним будешь про его инфантильность разговаривать, он этого не поймет. И оно не лечится. Ладно, я слишком хорошо думаю о людях иногда. Инфантильность это что-то такое, что оно не проходит. Как сказать, инвалидность? Инфантильность. Это что-то такое, что оно не лечится, знаешь. Это не болезнь, но оно не проходит. То есть единственный вариант, если вас не устраивает, это то, ну, все. Единственное, выход, на самом деле, перестать. Не мучайте себя лучше. Не хочешь срать, не мучить жопу, он вообще подходит. Инфантильный человек не хочет брать ответственности, зачем его мучить? Если вы хотите, то... Если мучить себя, первую очередь. Да, свою жопу. Чик забыли. Чик забыли. Ой, мое любимое. Я про это... У меня с этим прям травма есть. Нарушение личных границ. С таким лицом, типа, блин, извините, я немножко подвинусь на стулья. Пока. Просто этот пункт я записывал, и он у меня прям такой горящий. Нарушение личных границ, когда партнер хочет быть в твоей жизни всегда и везде. Б. В, Г, пошли дальше. Я... Там выедет после. Нига. Сука. Понимаете, вот я сегодня приехал, и у меня весь день абьюзы. Вот приезжайте, пожалуйста, я рекомендую. Очень классный человечек живет в Гамбурге, а адрес позже скину, блядь. Унижается деньги? Это бесплатно. Но это только для тебя. А, блин. Потому что мой друг, да. Блин, понятно? Сучка, бесплатно унижают. Все, ну, ну, короче. У тебя нет волос, блядь. А, в смысле нет? Я не лысый. Это кошмар. У меня есть волосы. Просто они недостаточно длинные. Фу, господи, как жарко. Христа ради. Зачем? Я тут сижу, не фонтанирую эмоции. Не фонтанирую. Не потею, да. Ты еще сидишь ближе к вентилятору, да, будем честными? Ну, так нужно думать. Кто на что учился, да? Короче, нарушение лишних границ. Был чувак. Очень прекрасный. Потрясающий. Ты знаешь, я вот, извини, что перебью, вспомнил, что на ютубе нужно сделать 18 плюс сноску, и о том, что курение вредит здоровью, если ты куришь в кадре. А я вот... Это ингалятор с маслами, потому что у меня проблемы с легкими. Я делаю ингаляции для того, чтобы избавиться от проблем с легким. Это не никотин. Все. Мы в начале подкаста сказали, что куришь дудку и никотин. Зачем всю историю портишь, а? Или это мы говорили на тесте? Просмотрим, вырежем, удалим. Нормально. Я чувствую, только рез. Придется, блин. Потому что тебе текатило. Все, все, все. Нарушение личных границ. Мое любимое. Короче, чувак... Пиздалу по разу, три, поехали. Артикуляция. Дефибриллятор. Невозможно работать в такой атмосфере. Это называется Шморгеншвайн. 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 А, угу. Ты переводи, ты это сказал, ты объясняй теперь. Ну, это мем из Южного парка. Когда ты кидаешь шот с пивом в вино и дегустируешь. Ну, короче, кто смотрел, тот поймет. Кто смотрел, тот поймет. Кто не смотрел, тот не понял. Ауф, ауф. Короче, все. Блин, фатил, хочется его назвать. Нет, очень классный парень был. Там я все похерил, все наши отношения. Но у него был прикол. Я когда приходил к нему после работы... Парень с приколом. Парень. Все парни с приколами. Я работал за ноутбуком вечером. То есть на другой работе параллельно еще. Я лежал в кровати, за ноутбуком работал. Говорю, ты сейчас поработаю два часа. Типа в десяти освобожусь, и мы там поужинаем вместе. Потрахаемся. Поздно как-то ужинать. Нормально. Это был второй ужин. Да, тогда понимаю. Потому что он меньше меня работал. Был богаче. Понимаю. И ужинал раньше. Программист, наверное. Айтишник 100 годов. Да, да, да. Она любила айтишников. И, короче. И у него был прикол жить рядом со мной. Типа делает вид, что он занимается какими-то своими делами в ноутбуке. И теперь дико светит солнце в глаза. Я сейчас на это смотрю. Мне прям больно. В глаз прям светит. Я прям вот чечуточку вот так. Простите, пожалуйста. О, сука, мразь. Я ослеп на один глаз теперь. А ты вот так вот сиди. С одним закрытым. Ну, извините. Не успел купить рулонную штору, чтобы закрыть окна. Ужас, конечно. Не просто заботы о нашем подкасте никакой, я считаю. Донати на шторы. Ссылка в описании. Будем делать ссылку. Нет. Но потом. Я вам PayPal напишу в комментах. Что-то дай ему опишу тоже. Короче. Он ложился рядом со мной. Делал вид, что у него, ну, типа он работает, чем-то занимается. Конечно. У него, ну, гейское правило жизни — дома ходить голыми. Конечно. Никогда так не делал, но ладно. Ладно, в моей же ксении. Только в постели. Невозможно, понимаете? Невозможно рассказывать. Отвратительно просто. И в какой-то момент, спустя 10 минут вот этого лежания рядом со мной, он такой, типа, что делаешь? Работаю. Что работаешь? Говорю, вот то-то, то-то объясняет, что я делал. Говорю, я сейчас, чем раньше я закончу, тем быстрее я освобожусь. Типа, чем меньше меня отвлекать. Он такой, да-да, я все понимаю. Положиться ко мне ближе. А что там, там, что там? Или либо начать какую-то хуйню рассказывать, еще что-то. То есть, прям вот, прям в прилипку ко мне. Я сейчас очень близко, да. Наклонился к микрофону, простите. Прям в прилипку ко мне. Прям вот это... Понимаю, что ему хотелось контакта. Но для меня это нарушение личных границ, когда мне нужно время для работы. Когда я обозначаю, что вот сейчас это время для меня. Сейчас я делаю вот это. Не нужно в него лезть. Для меня это нарушение. Я, блядь... Я не знаю, это может быть с детства эта хуйня. Вот это требование к своему личному пространству. Это в странах СНГ очень... Ну, я могу только про опыт в странах СНГ говорить, по большей части. Нет вот этого, знаешь, с самого детства вот этого, знаешь, родителями не закладывается вот это вот то, что у каждого человека есть личные границы, которых не нужно нарушать. Потому что у нас очень много родителей лезут в личные границы ребёнка. О, да. Как бы, да, вот, ну, не обознач... Типа, не видя их совершенно. И считают, что ребёнок, как бы, это твоя собственность. И ты можешь с ним делать всё, что угодно. И если у тебя с детства, как бы, этого нет, вот этого понимания личных границ, ни собственных, ни чужих, то если у тебя собственных нет, то у тебя и чужих не будет. Поэтому оно оттуда всё идёт. Ну, я, например, по своей жизни, я могу понять, откуда это. У меня... У нас была трёшка, когда я жил с родителями. И гладильная доска на всю семью, сука, прям в щель, прям мне в глаз. Как же ж мне так... Простите. О! Ну, так будет. Отлично, вот так вот. Так, хорошо, прям нежно чувствую. Как она чувствуется? Как она чувствуется? Стояла гладильная доска. У меня в комнате на всю семью. Ой, я у тебя очень понимаю. У меня у одного в комнате был балкон. Бля. У нас вся семья курит. И мать постоянно вот... Через твою комнату. Даже если я сплю, естественно, через мою комнату, она идёт на балкон, вещи постирала, она их туда тоже вешает, снимает, курить идёт на балконе. Неважно, сплю, не сплю, похуй. Пошла просто на пролом. Открыла двери, пошла на балкон, сидит, пиздит по телефону, курит. Вообще насрать совершенно на моё личное пространство. Даже если я попросил, я помню, у меня было как-то интервью, я устраивался работать. Ну, там такая шарашкина контора, скажем так. Я попросил никого меня не беспокоить, потому что у меня, ну, видеокол. Ну и что вы думаете? Я сижу, общаюсь с людьми, просто она, блядь, входит, по телефону пиздит, на балкон пошла вещи снимать. Я, блядь, просто в панике выключаю камеру, такой, да, сейчас. Думаю, ёптвою мать, но я ж тебе сказал, пожалуйста, не надо, меня беспокоит. Я на видео созвонил тебя, прекрасно видно, вообще похуй совершенно. Вот у меня, я отвоёвал это пространство с твоей ёбаной гладильной доской, я тебя понимаю, блядь. Я тоже за себя умел сказать, даже матери, как бы, что, ну, так и так. У меня были претензии серии того, что я, типа, охерел, обнаглел, блядь. Это моя квартира, мои правила. Твоего здесь ничего нет. Да, блядь. Начали со соотношений, так понимаю. Как мать нам в детстве говорила? В детстве просто прорабатываем свои проблемы. Но это всё решилось очень просто. Я съехал в 16 лет, да. А, в 16, нет, я долго не съезжал, но когда я стал старше, уже стал ходить на работу, во-первых, я гладильную доску, нахуй, блядь, убрал с комнаты. Выкинул в окно её. Нет, я её поставил в коридор шкафа, говорю, кому надо, пожалуйста, берём, пользуемся. И эта проблема решилась. На самом деле, так можно было сделать, оказывается. Оказывается. Но это сработало, когда мне уже было 18. Не допекал до этого парень чуть-чуть. Да, я как-то, я там такие... Мне кажется, я один дома, как дурак, вокруг этой гладильной доски плясал, что она меня бесила, всем было похер. А я такой, блядь, сука, это моя комната. Если вы заходите ко мне в комнату без спроса, в любой момент, а вдруг я рукоблудничаю? Нет, он никогда так не делал. Пиздит. Пиздит. Ой-ой-ой, хотел сказать рукоблуд... Это вино, я не могу словить. Рукоблудничать, это плохо, но врачи говорят полезно. Рукоприкладство тоже плохо. Не делайте так. Но, в смысле, к чему вы прикладываетесь руками. Господи, простите, пожалуйста. Текстинент. Вас арестовали. А это плохо. Господи. Короче, личная граница. У тебя было, что... Твои нарушения... Про мать я понял. У нас с тобой... Про отношения, да. Именно вот с мужиками. Нет, не было. Я вот могу сказать так, не было. Во-первых, никто не лез в мое личное пространство, да. Если я занят и так далее. То есть это как-то, ну, понятно было. Я ни в чье тоже старался не лезть. Ну, бывает, не было ли исключение, когда, допустим, я закончил работу, там мужик работает там уже больше положенного времени, да, пытается задачи закрыть. И я такой, блин, пойдем поедим, пойдем погуляем. В общем, такое вот, знаешь, чтобы он побыстрее закончил работу. Ну, бля, я бы тебя уебал, что ты так делал. Ну, потому что он прям очень сильно перерабатывал. У меня это уже просто... Скажем так, дефицит внимания уже был в этом вопросе. Но вот разве что вот так. А такого, чтобы прям вот кто-то лез ко мне или я к кому-то, нет. Сейчас это вообще в целом обговаривается очень строго. То есть если мы... Если кто-то чем-то занимается, да, то есть, пожалуйста, я там играю, я там работаю. Все, никто никому не лезет, пока кто-то занят. Вот, то есть это прям вот обговаривается четко. Опять же, говорите со своим партнером. У нас сквозное правило через весь подкаст. Вот, насчет как раз никто не лезет, ничего. У тебя... Тут просто сейчас мы две темы затронем сразу, наверное. Это про друзей партнеров и родственников. И про шкаф, прикрытие, такой термин, как борода. Я всегда хотел его произнести. Ты знаешь, кто такая? Нет. Нет? О, короче. Сейчас я подвинусь, брат. Вот ты, падла, сейчас светишь. Борода — это женщина. Короче, Лера Кудрявцева. Борода! Сифон! Лера Кудрявцева. Блядь, надеюсь, нас на отсылки кто-нибудь поймет эти. Короче, Лера Кудрявцева для Сережи Лазарева — борода. Потому что Сережа Лазарев гей. А, прикрытие типа. Прикрытие, да. Про Сережу Лазарева есть смешная шутка. Лазарев гей, Билан тоже так расшифровывается ЛГБТ. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Обожаю просто. Отлично. Это просто... Это просто... Это самая моя любимая шутка. Короче... Я надеюсь, твой пачку сигарет в кадре не видно? Я что-то сейчас ее заметил, она такая лежит на крае стола. Если что, мы туда поставим плашку 18+. Отлично. Либо заблюриваем ее. Куда здесь вредит здоровью? Прям туда, вон туда. Ну там написано по-немецки, что вредит здоровью. Они были немками Короче, про нарушение личных границ и друзей Давай начнем с этого Про личные границы мы проговорили Переходя в друзей, немного сложно это притянуть Как кота за яйца Посильнее тяни Окей Сначала проговорить про шкаф У меня пак с языки прекрасный Дорого стоит, правда, зараза Советую Очень любое лицо надо с зубом просто сделать Богачкой У тебя партнеры В какой момент вообще ты вышел из шкафа? И партнеры у тебя Шкафу, короче, для тех, кто вдруг не знает Шкаф это сделать камин-аут Камин-аут это признаться в чем-то В данном контексте чаще всего это люди используют А камин-аут это рассказать о своей ориентации Слушай, ну тут палка о двух концах Потому что смотря в какой, скажем так В какой области мы про это говорим Выйти из шкафа перед родителями Или выйти из шкафа перед остальными? Перед родителями, наверное, это очень сложная штука У меня перед родителями был неудачный выход из шкафа Такой скомпрометированный Он закончился неудачно, но потом Это чуть позже, через несколько лет Как бы все, ну еще раз он был Потому что я и понял, что как бы, ну пора Ну и все как бы хорошо было Ну вот именно про то, что ты Про окружение Ну наверное, когда пришло осознание Наверное лет в 16 Но при этом родители все еще, скажем так Не было с ними каких-то открытых осуждений У меня была подруга, которая притворялась бородой Как раз таки вот Про что ты говорил Потому что, ну я-то жил не с родителями Нужно было какую-то легенду выставить Выставить на показ, да, для них Но для остальных я открыл Ну лет в 16, я думаю, да, где-то так То есть я понял, что к чему и как Что я, как я себя ощущаю То есть я себя принял И вот с этого момента, когда я понял Что-то как бы Мне с этим ок, я этим горжусь даже То есть я не считаю себя каким-то там Другим или неправильным Бля, я первые пару лет всем говорил, что я бисексуал Но это вот опять же травмирующий опыт стран СНГ Вот И, ну да, лет в 16 лет, да А партнеры у тебя были, которые Просто мне, например, не повезло У меня все мои партнеры кто были Они все У меня вот один, один единственный партнер Был в шкафу То есть у него были друзья, которые были гетеро И они про него не знали Да, у нас даже был экспириенс такой К нам приезжал его друг А чтобы ты понимал, квартира однокомнатная Ну он буквально на несколько дней приезжал А мы при этом жили вместе Да, да, да И он, получается, спал рядом с кроватью на матрасе И он ему говорил, что мы просто друзья И нам просят так жить, потому что мы вот за квартиру платим Причем у него спали на одной кровати А ну, вот это, я так понимаю, что вопрос остался за кадром, видимо По крайней мере, я понятия не имел Вот, и как раз-таки Я знал о том, что он в шкафу И это как бы, ну, для меня вызывало проблемы и неудобства Потому что, ну Ты-то в нем уже не был Я-то в нем уже не был, да И его друзья Ладно, у меня были мои друзья, с которыми он был знаком И все было окей, все про него знали Но вот у него были друзья его, гетеросексуэлл, которые про него не знали И при этом гомофобные Вот, про родителей я ничего не говорю Там отдельная тема, так как он грузин Он был, вернее, является Его выгнали из грузина больше Расшаловали, да? В Грузии сейчас живет снова Ну, понятно, что случилось Действительно Вот Ну, про родителей, ну, все и так понятно Там очень строго Вот А насчет друзей Ну, в общем, да, меня это тревожило В итоге эти отношения закончились тем, что, да, мы разошлись Потому что я понял, что вот нам прям совсем не по пути Вот прям конкретно не по пути У нас разные типы жизни Разные увлечения Разные, скажем так, досуг То есть, как бы, да, если мне хочется погулять, потусить с друзьями Там куда-то сходить и развеяться То у него сидеть 24 на 7 дома и играть в компуктер Ему было ок Я тоже любил такое Компуктер 24 на 7 Ну, поваляться, знаешь, да, там после, может, работы, да Там на выходных, может, когда ленивые выходные Но это было прям стилем жизни И я понял, что, ну, как бы, ему ок с этим? Хорошо Мне просто это, меня это не устраивало И плюс от вот этого, как бы, его бытие в шкафу Тоже сыграло роль в этом всём И в итоге я такой, ну, друг другу не подходим Ну, для тебя сейчас важно, чтобы партнёр... Обязательно И никак иначе Если партнёр в шкафу, то это сразу для меня большой редфлаг И я, ну, я даже не начну То есть, это то, что... Особенно в Европе сейчас Особенно в Европе, как Германия Да, особенно здесь Если ты в шкафу, то, блин На самом деле, очень много людей, кто в шкафу в Германии Ну, я понимаю Это как-то очень такая странная штука для меня Типа, всё открыто, всё классно Но, опять же, это проблемы с семьёй Страх принятия перед семьёй и прочее А у меня, как ты так, как я уже сказал Было, что все партнёры у меня Сидящие за маминой блузочкой Прости, господи И в плане с друзьями Даже с друзьями были проблемы Потому что... У меня тоже была ситуация Когда у чувака, типа Это Саня Это мой друг И я такой Мы вчера ебались Какой я тебе друг И он просто друг для той Извините Как бы это было сложно и странно Потому что мы... Он приходил на мероприятие, которое я вёл И мы с ним так общались Ну, было понятно, что между нами что-то происходило Но все, кто были на этом мероприятии Это настольные игры я проводил Все про меня знали Все знали, кто я Все знали, как я живу И... Ну, то есть не было у меня никаких проблем сказать Типа, я гей Сори Ты мне нравишься Ты натурал, твои проблемы Разбирайся с этим сам Да, мы решим вопросик по-другому А он приходил, такой, типа Я вот друг хорош Саше Я такой Хороший друг Это сразу вот Да, хороший друг Либо когда... Цель Еще самое любимое Когда человек еще не открылся И у меня спрашивают, типа А у тебя есть... Например, если это парень Я спрашиваю, типа, есть девушка Ну, у меня есть любимый человек И я такой А, понятно Любимый человек Все В нашей команде идем к нам Поэтому для меня это тоже важный критерий Чтобы партнер был открытый Потому что иначе Это будет очень грустное мероприятие Которое ни к чему не приведет Но оно... Оно Проблемы вызывает в отношениях То есть когда вы хотите... Да, оно в первую очередь вызывает проблемы для того, кто уже открылся Да, потому что вот ты хочешь куда-то пойти и так далее Я не говорю даже про проявление чувств на публике Пососаться в метро Потому что даже для меня в Германии до сих пор это прям большая проблема Это очень странно Вот, но... Подожди, проблема показать на улице? Не, показывает свои чувства на публике Вот, я понимаю про это Да, это как бы травмирующий опыт страны СНГ опять же Ага, окей Вот, и как бы... Я не говорю про это, но в целом Как бы куда-то сходить, какой-то досуг И вот это вот, знаешь, прикрытие Это мой друг Но какой, блядь, я тебе друг? Я тебе вчера, сука, такой миньет делал, блядь Просто аж стены тряслись, блядь И ты меня другом называешь, да? Как бы о чем речь вообще? Как бы... Это лучшее просто... Мы вчера друг другу хуй сосали И сегодня ты говоришь своим друзьям Это мой друг Я, конечно, понимаю, что бывает, знаешь, friends plus Friends with benefit Как же понимать... А, Freundschaft plus Да, конечно, да, именно Я-я-на-чурлих Или по-русски, друзья с привилегиями Я-я-на-чурлих Ах-зо Генал Вот И... Ну, как бы, да То есть оно... Мне некомфортно с этим было Если у партнёра оба в шкафу Возможно, им вполне себе комфортно Я очень много знаю пар, которые, типа, 15 лет вместе И они оба в шкафу сидят Да, и ты такой... Типа, у вас всё То есть у них есть... Они живут в таком мире, что у них даже близкие друзья про них не знают Но ты знаешь Потом они приходят к нам в ЛГБТ-центр Комьюнити такие Мы вот вместе 15 лет Мы пришли сюда, потому что мы не можем ни перед кем открыться А здесь вы будете знать, что мы пара Мы такие, вы ебланы, блядь Простите Ну нельзя таких людей осуждать Мы не осуждаем Нельзя, даже про ебланов Если это люди из стран СНГ Их страх вполне себе обоснован Для меня странно, когда у тебя есть лучший друг, например То есть у них же есть какие-то друзья То есть есть даже один лучший друг, один человек И ты даже ему не можешь открыться Вы получается вдвоем в этом пузыре гниете В закрытом У нас название подкаста допизделись Можете кидать в меня камни Можете, кстати, написать в комментариях Либо нам в телеге Что Ксандр пидорас и все неправильно Не плачь Я не буду говорить ничего плохого В адрес этих людей Потому что я прекрасно понимаю, почему Потому что, ну, это обосновано Обосновано страхами Если мы говорим про людей, допустим, из России То там вообще пиздец С этим Люди боятся, понимаешь? Они боятся, этот страх обоснованный Поэтому даже когда они приезжают сюда У них страх никуда не пропадает Потому что ты всю жизнь в этом прожил И чем дольше ты в этом живешь Тем больше ты закрываешься от этого Я вот после переезда только через полгода Перестал бояться полиции на улице Я до сих пор периодически ссусь Передергивает? Передергивает, да Вот у меня какая-то вот Жаль не им Вот у меня как Ой, кстати Я один раз в аэропорту, когда друга встречал Подошел к полицейскому спросить Извините, а вы не знаете, где здесь, ну, зона прилета? Где здесь комната секса с вами? А мне хотелось так ему сказать Там полицейский очень красивый Там такой Аполлон стоял Ну, они тут почти все беги Мне кажется, где-то в этом модельном агентстве отбирают Мне хотелось ему визитку с номером дать Но мне кажется, наручники бы оказались на моих запястях Нельзя в Германии трогать полицейских Я знаю А еще нельзя к ним обращаться на ты Да, кстати, если ты обращаешься к полицейскому на ты Что-то 400 или 600 евро штраф Не помню Но мне интересно, кстати, есть исключение Если ты сделал ошибку, потому что ты не знаешь Если ты иностранец, без проблем Типа, ну, никто тебя за это не вздрочит Но если ты немец, и полицейскому тыкаешь Типа, в грубой форме А, если в грубой форме, то да Просто если в разговоре, наверное, я если Ну, в немецком же, как в русском Тоже есть момент уважительного обращения К незнакомому людям Я понимаю, да, мне просто вот было интересно Оно распространяется на людей Нет, нет, если ты случайно перепутал То как бы окей Ну, опять же, контекст Встречал полицейский друг Я просто потерял мысль Я когда мужчина в форме, все нахрен Я отлетаю полностью Она... Ее даже прокладки не спасает Ужасно, меня сейчас на такое отменят А, ну, пиздели, шучу Отменяя, ты сказал Я не буду осуждать этих людей Ладно Что? Что говорить? На самом деле, мы уже допизделись Мы уже допиздели, мне кажется, нас... Ну, за прокладки, слушай, за то, что люди скрываются И я называл их ебланами Простите, пожалуйста, если вы живете в прекрасной России прошлого Для того, чтобы оправдать то, о чем мы говорим Существует название подкаста и дисклеймер Поэтому, если вы обиделись, это ваше проблема Это он боится, что его отменят Да Да, в Твиттере причем Мы хотим что-то в конце сказать прекрасное Ну, ты знаешь Наверное... Наверное... Вот, я хотел тут одну тему обсудить Вот прям последнюю Да-да-да, я просто... Ну, вы не... Буквально пять минут Вы не увидите сценарий, но это очень классно И просто так... Пункт такой Нам надо это обсудить Скриншот с Твиттера Необходимо Короче... Я умер от кринжа Зачитаешь его? Да Твит... Я не буду назвать автора Более токсичного комьюнити, чем ЛГБТ... ЛГБТК плюс Придумать сложно Парень на первом свидании читал меня за Крокса Угорал над ним почти всю прогулку А потом в переписке отказался продолжить общение со мной Пока я не найду социально приемлемую обувь Я в ахуе Давай Я в ахуе Я в ахуе, давай Я охуел, когда это прочитал Типа... Во-первых, Кроксы это дорого Это удобно, блядь Это красиво Вот, блядь, понтовщица Кто на ютубе смотрит, сейчас увидели кроксы Ну, это такие, как шлепанцы Ну, блядь, все кроксы, как шлепанцы, но... Нет, есть, да, 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 я имею в виду что... Гондонки Закрытые, которые Страшненькие Ну, они страшненькие Страшненькие Сука, они удобные Я хочу... Все медики носят Работники, кто на ногах стоят Медики, медработники А потому что они не тирают нигде Да, это же охрененная обувь И в ней можно ходить по городу Как будто нам занесли бабла Есть, кстати говоря, типа, лимитка Майнкрафт Я очень хочу ее Я хочу с покемонами А я с Майнкрафтом хочу Блин Если не знаете, что подарить мне на день рождения Дату сначала обозначь, когда день рождения Тут начнем дарить сейчас Нет, не скажу Ну, можете сейчас дарить, я не против В общем, да Токсичная комьюнити Это пиздец Потому что ЛГБТ комьюнити Оно правда очень токсично Вообще везде Я думал, что только вот В СНГ странах есть такие проблемы Нет В Европе Вот я говорю за опыт в Германии Тоже очень токсичная комьюнити Я как человек, который сейчас состоит В ЛГБТ Феррайне В русскоязычном Во Франкфурте Могу сказать Понятно, что он русскоязычный Но общаясь с ребятами Которые уже давно в Германии Там с немцами Общаются, дружат Наблюдая какие-то гейские истории Из жизни немцев Я был в ахуе Это прям Правда геи Как Змеиное королевство Да, да Вот Это прям Крысиное Крысиное Кто змеиное Кто крысиное Короче, все вместе Да Ебал уже Абагадзюку Чисто Вот это оно И Типа Кстати, я этому человеку Это ему и написал Короче, я написал комментарий какой-то В поддержку ему вроде Но Я не знаю, почему это происходит Он потом ответил о том Что типа Да ладно Типа Я, конечно, с ним не собираюсь общаться Но зато мы вышли типа погулять Потому что я вот Ну, потому что я вот Меня Я редко на улицу выхожу Поэтому вот Какой-то плюс Я вышел погулять Он меня на улицу вытащил Я такой Блядь Я бы Как только он что-то А, он сказал, что он думал Что это такой юмор Пост-ирония такая словка Ложная А потом он выкупил Что-то все-таки Он просто его хуесосит Окей Еще тогда можно еще один твит Я закину Тоже недавно увидел Прямо очень быстро Очень быстро У нас кончается память где-то Давайте Так где она не кончается Мы еще вкладываем все нормально Короче Буквально вчера Позавчера Чувак написал, что Его захуесосил Мужик Потому что он в 22 Типа парень выглядит Старше 22 Типа он в себе 30 А тот чувак типа в 30 Выглядит младше, чем этот Понятно? Объяснил я Да Точно? Потому что я запутался Есть парень Ему 22 Выглядит он старше Своего ститула А второй чувак Чувак который Заходесосил этого 22-летнего Что-то ты выглядишь Старше своего возраста Я думаю Блядь А тебя вообще ебет Как он выглядит? Вот нахуй Какого хера Тебе кажется Что он выглядит старше Окей Он может выглядеть старше Он может носить Блядь Кроксы Он может носить Биркин Биркинштоки хочу Пиздец Я думаю Ты сейчас Биркин Про сумочку скажешь Если парень носит сумочку От Биркин Ему нравится сумочка Биркинштоки Биркинштоки Они очень дорогие Короче Если сама купила То определенно да Может он вам об этом скажет Что бы насосало Ну кто признается Короче Ребятки Давайте мы Нас стопудово будут смотреть Люди из ЛГБТ комьюнити Особенно с нашего С нашей Я не хочу себя ассоциировать Со змейно Как там Ебала жаба гадюку Да Я не хочу себя с этим ассоциировать Но Сегодня я сказал Что вы ебануты Ты гадюка Скорее всего да Не такие гадюки Короче Все Это был подкаст Допизделись Мы допизделись С вами были Ксандр И Дэниел Мы Вот Последняя Нет я последняя Это быстро Насчет Моего имени Мои там друзья знают Но тоже Мне прилетало Типа Друзья Ксандр Это псевдоним А вот с ним Все поинтереснее Это настоящее имя Мне написало Человек 10 суммарно Почему у вас Такие странные имена Вы используете Я такой В смысле я не могу Своими использовать Вот Я говорю Ну Его так зовут Все мы раскрыли Эту тайну Будем почти В конце каждого выпуска Чем-нибудь рассказывать Раскрывать Нет Или нет Я должен признаться Я тоже Надо было засосаться Смачно в конце Просто Все Стоп Все Всем спасибо За прослушивание Нашего подкаста За просмотр тоже Спасибо Ставьте лайки Все кто смотрит на ютубе Ссылки на все платформы Где мы размещены В аудио формате В описании Вот ссылка на телеграм канал Тоже смотрите В описании Подкастов на ютубе И в том числе И на спотифай Тоже там есть Аннотации Такие И в гугл И в гугл И в эпл подкастах Везде есть Да Поэтому подписывайтесь На наш телеграм канал Там мы будем выпускать Скажем так Дублировать ссылки на подкасты Новости Интерактивчик Мы созреем к тому Чтобы какую-нибудь Внутрянку записывать Но мы живем в разных городах Интерактивчик Интерактивчик С подписчиками В общем Все новости там Ничего не пропустите Вот Всем спасибо что слушали Надеюсь допизделись Пока